На этой установке самарские ученые провели большую часть экспериментов. Температура в ней достигает 900 градусов, поэтому когда она включена, подходить к ней слишком близко опасно. Самарские ученые для проведения исследований собрали специально высокотемпературную установку. Подобных в мире всего около 10. Она имитирует работу камеры сгорания авиационного двигателя. Ученые Самарского национального исследовательского университета вместе со шведскими коллегами из Лунского университета провели эксперименты, доказавшие возможность использования в качестве авиационного топлива новую смесь. Она дешевле и экологичнее. Это смесь керосина, этанола и биотоплива, получаемого из возобновляемых источников. Например, из переработанного мусора или природного газа. Все работы проводились по федеральной целевой программе. А результаты исследований были опубликованы в авторитетных научных журналах. Конечно, мы добились значительных успехов. Была рекомендована к использованию методика для определения ПАО из выхлопных газов авиационных двигателей. Конечно, эта методика была применена и в этом исследовании. Мы получили громадный опыт взаимодействия с международными организациями, с научными школами. Мы участвовали в федеральной целевой программе впервые. Ученые уверены, наличие этанола в топливной смеси влечет за собой уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу. Исследователи Самарского университета говорят, что их разработкой заинтересовались многие предприятия. Когда мы эту работу начинали, у нас в России этим не занимался никто. Об этом вообще мало кто говорил. Эта работа была фундаментально прикладная, но по прошествию нашего договора нам удалось убедить предприятия, что для них это важно. И они сами вышли к нам с предложением, и мы эту работу продолжим. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева планируют подавать заявку на грант, который позволит им продолжить научную работу в этом направлении. Елена Малютина, Григорий Пришаков. События.